МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограмма «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. А в студии у нас сегодня директор Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Найля Гумеровна Багуддинова. Доктор экономических наук, профессор, всеми уважаемый ученый, который в первой декаде февраля на пару-тройку дней превратился в студента, стал студентом. Собственно говоря, это и послужило так называемым оперативным поводом, почему мы пригласили вот программу сегодня на Найля Гумеровну, хотя мы не первый раз с ней встречаемся здесь. И, конечно, и мое персональное любопытство, и, я думаю, аудитории тоже будет небезынтересно узнать, как это случилось и для чего. Что это такое вообще? Что за программа, в которой вы участвовали, превратившись в студенты? Добрый день. Добрый день, зрители. Добрый день, коллеги. Добрый день, Юрий Прокопьевич. И я хочу сказать, да, такая авантюра случилась с активом и вообще с преподавателями Института управления экономики и финансов. Но в основе, первой причиной этого процесса лежит то, что институт начал готовиться к международной аккредитации. Есть очень высокая марка международной аккредитации, называется Эквиз. И внутри нее есть международная аккредитация образовательных программ ЕПАС. Но я не буду вас сейчас пугать этими терминами, от которых мы еще пока тоже напуганы. Есть процесс подготовки к международной аккредитации, который начинается с перестройки, переформатирования магистрских образовательных программ. Когда мы стали разговаривать и консультироваться непосредственно с коллегами по ЕПАСу, которые занимаются подготовкой к этому процессу, мы, а этим прежде всего занимается школа менеджмента Санкт-Петербургского университета, бывшие ее сотрудники нынешние, которые сейчас работают в корпоративном университете Сбербанка. И корпоративный университет Сбербанка имеет такую программу, модуль повышения квалификации, это подготовка к международной аккредитации и переформатирование образовательных программ магистратуры. И вот этот момент мы и обсуждали, уехав на три дня. И вот этот модуль мы и слушали. 40 человек, группу возглавлял ректор, в группу входил ректор, возглавлял ректор, входил проректор Таюрский, проректор Софиулин, я, значит, мой зам, Леонид Ильич, несколько заведующих кафедрами, преподаватели ведущие, которые работают на магистратуре, и молодежь со знанием английского языка, которые тоже работают на магистратуре. Там что, курсы шли на английском языке? Нет, дело в том, что очень много... Нет, требования, одно из требований при подготовке к ЕПАСу и к ЭКВИСу, это, естественно, подготовка документов на английском языке, и потом мы, в общем-то, один из немногих подразделений университета, которые уже работаем на английском языке, и очень многие документы программные и ссылки уже даются на английском. Поэтому, как бы, это было требование стороны, которое нас принимало. О корпоративном университете Сбербанка, конечно, мы поговорим подробнее, потому что есть некоторые моменты, которые мне, например, не до конца понятны. Но прежде чем перейти к этой теме, вы упомянули, что вот это стадия подготовки к международной аккредитации вашего института, управления экономикой и финансами. Но, если я правильно понимаю, делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Сальшат Рукадычем Гафуровым поехала туда. Три проректора. Причем здесь они. Да, то есть складывается впечатление, что речь идет о более масштабной какой-то подготовке, не ограничивающейся вашим институтом. Я думаю, что, во-первых, любая аккредитация, она не затрагивает отдельное структурное подразделение, и, естественно, она коснется ряд служб и, прежде всего, образовательных всего университета. Здесь есть две причины присутствия ректора. Но, я думаю, может быть, даже их несколько. Но, во-первых, Ишат Рукадыч сам очень любит учиться. Хорошее качество. Это мы увидели все три дня. Но, наверное, даже если у нас было желание, как истинным студентам, что-то пропустить, мы не могли этого сделать, потому что нам было не совсем комфортно в присутствии ректора, который не пропускал занятий и сидел с 9 утра до полдевятого вечера. Мы это увидели. Так долго? Да. И все это время шли какие-то лекции, вы конспектировали? То есть, вот все нормальное студенческое. Да, нормальное студенческое. Мы сели на студенческие стулья. Мы стали студентами, правда. Конечно, мы слушали очень интересные программы. Мы сейчас подробнее переговорю. Я об этом расскажу. Но вторая причина, я думаю, я даже не знаю, какая из них первая или вторая. Он ведь, помимо того, что он ректор федерального университета, он научный руководитель института и институт управления экономикой и финансовой. Естественно, процессы, трансформация, которые идут, то есть они ему не безразличны, как и все другие, но здесь особенно. И третья, мне кажется, причина. Дело в том, что мы очень много говорим сейчас о цифровой экономике. Мы очень много говорим о различных тенденциях, которые, скорее всего, изменят, очень сильно изменят институт. И вот здесь, когда мы обсуждали состав людей, которые приедут на эту программу, именно с корпоративным университетом, одно из условий было именно присутствие руководителей первых лиц университета, потому что те трансформации, которые последуют после этого, ну, невозможны без их участия. И эти вещи должны были, естественно, услышать и они. Так, картинка более-менее проясняется, но вот я упомянул... Интрига остается. Да, да, я упомянул о том, что некоторые вопросы меня не то, что смущают, но просто нуждаются в уточнении. Это вот корпоративный университет Сбербанка, это, я так понимаю, какая-то деревня там в Подмосковье, Аносово или что-то вроде. Значит, корпоративный университет Сбербанка, это не государственное учреждение, да, но оно, это отдельно стоящий кампус. Это оно, автономно-некоммерческая организация, да. Да, это отдельно стоящий кампус. То есть, с вас денег они не взяли? Ну, конечно, взяли. Значит, некоммерческое, но от денег не отказываются. Молодцы, правильно. Да, то есть, как бы мы заплатили, и часть денег, я не буду скрывать, вложило правительство республики Тарстан в наш проект обучения, потому что есть момент, когда нам должны прочитать некоторые тенденции новой экономики. Не в том, что мы этого не знаем, а как это все-таки преподаватели научить мыслить по-другому. Хорошо, вот смотрите, я с точки зрения обывателя, я понимаю, что корпоративный университет Сбербанка, в принципе, изначально, вот по идее, создавался как структура, которая должна была, выражаясь вульгарно, натаскивать собственных сотрудников Сбербанка, выводить их на новый уровень. То, что Герман Греф, когда 10 лет назад Сбербанк возглавил, заявил, что мы должны научить этого слона танцевать, и он во многом, кстати сказать, преуспел, надо отдать ему должное, хотя и нарекания у рядовых, ну, где их не бывает, да. Так вот, вроде бы, корпоративный университет создан для этого, и когда речь идет о том, что они там десятки тысяч людей там по своим программам, Сбербанк, это же все-таки империя такая большая, подготовили, все понятно. Но когда туда приезжает вот делегация такого, давайте не будем скромничать, солидного вуза, как Казанского федерального университета, тем более для того, чтобы послушать, как нужно форматировать программы подготовки магистрантов по вашей специальности, да, менеджмент, экономика и финансы, да, то есть вот все ваши ключевые позиции. Отвечу на этот вопрос. Кто, не-не-не, я хочу сказать, кто, собственно говоря, почему к этому никак не относился Минобранауки Российской Федерации, Минфин, например, Минэкономик, или, может быть, кто-то из них там был и тоже с какими-то лекциями выступал? Я хочу сказать, что нет, там не было ни Минфина, ни Минобра. Я думаю, что эти программы выстроены в корпоративном университете Сбербанка, потому что Мудрый Грев пошел дальше. Он учит не только тех, кто работает, но и тех, кто учит для него кадры. То есть он зашел дальше, потому что мы не первая университетская команда, которая там была. Корпоративный университет Сбербанка отучил Томский госуниверситет, Корпоративный университет Сбербанка отучил Уральский федеральный университет, теперь настала очередь Казанского федерального университета. То есть здесь сделаны программы для тех, кто учит, тех, кто дает кадры, в том числе и для банковской системы. Это не только Сбербанк. Я еще раз говорю, Греф пошел дальше. Дальновидный товарищ ничего не скажешь. Это он может и до должности премьер-министра Российской Федерации дойти. Я не исключаю, потому что, ну, я думаю, что мы с вами это обсуждать сейчас не будем. Но жаль, что Министерство образования никогда не говорит об этих проблемах и уходит. Ведь то, что мы обсуждали на корпоративном университете Сбербанка, это мы говорили о будущем и о трендах. Это правильно. Министерство образования, наверное, его ошибка, Российская Федерация, говорит о сегодняшнем, то, что написано было вчера. И вот этот момент разрыва завтрашнего дня и дня вчерашнего, и вот этот, который существует сегодня, это вот одна из проблем сегодняшнего образования. То, что мы порой не успеваем за тем, что ждет нас завтра. Очень хорошо. Я ждал этого ответа, не сомневался, что вы мудрый человек, и вы видите сами меня на эту подтему. Подтексты как раз вопрос в этом и был. Вот смотрите, есть образовательные стандарты федеральные, да, в том числе касающиеся высшего образования. Есть набор специальностей утвержденных, да, специалитетов, вот в вашем, ну, в любом институте, правда ведь? И вот вам говорят, да, вот вы должны, вот бюджетная заявка, вот вам, как говорится, количество мест, пожалуйста, набирайте платников так называемых. И вы готовите людей, в том числе, например, бухгалтеров. А тот же Герман Оскович Греф уже несколько лет назад сказал, и с тех пор не устает повторять, что не пройдет трех-пяти лет, как целый ряд профессий, поддающихся вот такой названной рутин, да, то есть с повторяющимися операциями, просто отомрут. В том числе и бухгалтеры, в том числе и операционисты. Что эти профессии просто не будут существовать ни в России, ни в других развитых странах мира, потому что эти операции совершенно спокойно будут выполнять роботы. И возникает вопрос, а вы их продолжаете готовить. А вот об этом шла речь-то, к вопросу о Минобре, что вот это-то надо, наверное, об этом тоже думать. Может быть, пора уже пересмотреть набор специальностей подготовки. Вы знаете, здесь можно ответить по-разному. Дело в том, что можно говорить о смерти тех или иных профессий. И они, наверное, будут уходить, как когда-то ушла профессия извозчика, и мы сейчас задумываемся вообще о том, что и умрет, и уйдет в профессии водителя. То есть водитель кобыл ушел, остался другой водитель, и придет, наверное, искусственный интеллект, который будет водить машина при определенных условиях. Дело в том, что, наверное, говоря о том наборе специальностей, которые мы даем, это Минобровский узкий подход. Дело в том, что жизнь намного шире. И когда мы заканчивали вуз даже 30 лет назад, нас готовили бухгалтерами на вопрос, кто стал бухгалтером, как изменилась наша жизнь. Очень многие люди... Ведь что такое бухгалтер? Это не счетовод, как было принято. Это человек, который должен уметь пользоваться информацией для принятия управленческого решения. А такие люди останутся. И умение работать с цифрой, именно с экономической цифрой, с учетом цифры технологий и принятия решения на основе двух технологий, это будет более классный специалист, который на основании двух знаний должен дать то, что от него ждут. То есть, что это такое? Три дня подряд падает доллар, или он поднимается? Или 10 лет назад была такая ситуация или нет? То есть, он это смотрит. Сейчас он это смотрит везде. В бассейне, извините, на диване. Я понимаю. Вы хотите сказать, что бухгалтер на самом деле, это профессия творческая, и те задачи, которые стоят сейчас перед бухгалтерами, там, корпорации, большие фирмы, малых фирм, они, к счастью или к сожалению, не могут быть замещены за счет или благодаря искусственному интеллекту? Часть операции – да, но часть – нет. Часть – нет. Да, бухгалтер, милый мой бухгалтер, как помнится, может быть, эта профессия будет называться по-другому. Я думаю, когда грим поступает, он именно поступает против вот этой функции. А функция принятия решений, она, конечно, останется, может быть, за руководителем, но человек же должен, кто-то же его должен подвести к принятию этого решения. Ну, насчет движения курсов валют, вы же знаете лучше меня или не хуже меня, по крайней мере. В любом случае останется аналитик. Да, столько уже этих роботов, столько систем, стратегий работают на биржах, поэтому наивные люди, которые пытаются где-то там на Форексе или на фондовом рынке поиграть, они же даже не понимают, что они играют с роботами уже давным-давно. Да, 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 да. Вот не с бухгалтерами. Хорошо, в связи с этим еще один вопрос. Я все-таки возвращаюсь к теме, а мы тех ли готовим, и не пора ли уже пересмотреть, да, структуру специальности, по которым выпускаем. Вы знаете, мы готовы пересмотреть номенклатуру специальности, как это называется, номенклатуру профилей, но есть вещи, где мы ограничены сегодняшними нормативными документами, но мы сейчас... Да, 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 к сожалению. Но мы стараемся уже сейчас вводить какие-то вещи. Например? Например, более того, каждый год на втором курсе наши ребята выбирают профиль, по которому они пойдут. Я думаю, завтра... Ну, я буду делать такой анонс маленькой революции, потому что впервые директор будет читать тенденции изменения профилей. То есть вы будете читать? Я буду читать, и как они мне скажут, вот они захотят что-то выбрать, если они выберут цифровую экономику, значит, мы будем менять ту, ну, законенную вещь, как бы, в то, что они хотят. Еще одно маленькое уточнение в ту же тему, или, вернее, в ту же подтему. Вот с точки зрения тех людей, которые организовывали эти курсы в корпоративную университет Сибирбанк, с вашей точки зрения, может быть, она как-то скорректировалась после вот этих трех дней, да, за студенческой партой там или на студенческой скамье. Вот это вот принятое постсоветское время деление подготовки на бакалавриат и магистратуру. Нет ощущения, что в результате зачастую бакалавры это некие чуть лучше, чем в технику им подготовленные, но не дотягивающие до полноценного специалиста. А магистрантов все меньше и меньше. Вот, то есть, грубо говоря, может быть... Кто такой бакалавр, кто такой магистр? Нет, может быть, имеет смысл вернуться к простой, добротной подготовке специалистов с высшим образованием, которую вы проходили. Пять лет отучился, диплом... Я училась четыре года, к вашему сведению. А чего это вы так можете? На экономике? А, на экономике четыре года. Экономисты всегда учили четыре года. Нет, ну, подавляющее большинство пять лет было. И все, человек получает диплом специалиста с высшим образованием. Вы знаете, здесь можно дискутировать очень долго. Долго не будем, давайте. Долго не будем. И я вообще сейчас... Сложно сказать. Вообще, я скажу основную причину, почему мы вводили эту многоступенчатую систему. Ну, не вы же одни, это же по всей стране. Болонское соглашение было введено для того, чтобы был облегчен переход из вуза в вуз, устанавливался один стандарт. Это было как бы основной причиной. И так как развивалась миграция по Европе и по миру, так менеджер из, скажем так, из Ростова, менеджер из Казани мог, должен был спокойно... Стандартизованным должен быть. Да, стандартизованным быть до такой степени, что он должен был из Ростова приехать в Казань, из Казани приехать в Болонию, из Болонии там, и из Ростова там в Париж. И не почувствовать разницы. Да, но разница появилась. Конечно. Потому что понятие учебного плана российского не совсем совпадает с понятием учебного плана европейского. И в этом вся основная проблема, что мы, пытаясь сохранить рабочие места для ППС, сделали очень сильную детализацию ряда вещей, и поэтому менеджер в Ростове, менеджер в Якутске и менеджер в Казани, так же, как и менеджер в Екатеринбурге, имеет одинаковые компетенции, но разный набор дисциплин. И вот этот вот момент, когда он остался, он не ушел. Хотя магистратура, это более высокий уровень образования, он связан с наукой. И как бы, я считаю, что мы уже не вернемся, если мы вернем специалитет, мы не вернемся к тому специалитету, который был, потому что очень многие уже утерянные моменты, надо уже хорошо ставить то, что мы сейчас делаем. Поэтому надо договориться, что является бакалавриатом и что является магистратурой. Содержательной части, да, что мы вкладываем в это понятие. Чтобы не было, как у многих направлений профилей, что магистратура, это чуть-чуть продолжение бакалавриата. Нет, это должен быть именно, если эконометрика, то это должна быть 3,4,0, а 1,2,0 это дается в бакалавриате и так далее по другим предметам. Конечно, в идеале хотелось бы давать разрыв возрастной, как это везде в мире. То есть человек должен наработать опыт, чтобы прийти в эту магистратуру немножко другим. То есть у него взгляд должен поменяться на те или иные вещи. Мы должны учить более взрослых людей, как бы. И, ну, если даже он идет подряд и учится, это только в нашей стране так долго учится. В других странах, конечно, несколько по-другому. Но это сейчас не будем обсуждать. В других странах огромное количество примеров, когда молодые люди учатся до 35 лет. Институт за институтом, он качует, качует, качует. Они просто, для них искать себя, это не страшно. Состояние жизни, текущее состояние, они спокойно к этому относятся. В связи с вот этой вот отмеченной вами нюансами, что вот вроде бы менеджер-менеджер, а набор дисциплин, который как будто ему там все равно розница, да, вот по жизни так случилось. Я хочу уточнить один вопрос. Я краем уха, по-моему, вчера на ректорате услышал, что ваш институт, институт Андрея Павловича Киясова, фундаментальный институт психологии образования. Вы должны к марту подготовить некую программу критериев оценки подразделений Казанского федерального университета, по которым... Будут оценить образовательные программы. Да, 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 да. Это вот своего рода продолжение? Да, это продолжение. Это то, что вы подчеркнули и пришли к выводу, что надо это сделать. Это надо сделать, потому что образовательные критерии не сводятся к критериям успеваемости. Они не всегда отображают интерес студента, не всегда отображают критерии образованности. Есть очень многие вещи, особенно связанные с моментами преподавания. Мы должны уходить от понятия говорящей головы. Мы должны научить студентов приходить готовыми на лекции. Сейчас в основном наши студенты ждут, что им что-то начитают. Им уже... Они должны приходить другими и уже с материалом к нам, чтобы мы с ними говорили там. Понятно. Игровые ситуации, кейсы, да, глубокое погружение, вот все это, да, вся эта вот эта механика. И прежде всего, помимо всего, это коммуникация, это разговор. Люди, которые будут иметь высокую квалификацию, они должны уметь разговаривать. Более-менее вот что-то такое было в наше время, во всяком случае в мое время, когда я учился. Это называлось семинарами, да, и очень много зависело от одной единственной личности, кто из преподов выражает семинар. Одни семинары были захватывающе интересные, и действительно студенты там получали и общее развитие, общекультурное, и по специальности. Другой семинар по форме тоже самое. Ну, ладно, об этом мы точно сегодня не будем. Подводя итоги, как я понимаю, вот эта трехдневная поездка делегации, очень представительной делегации Казанского федерального университета на курсы в корпоративный университет Сбербанка, грозит довольно, ну, грозит условно, да, в хорошем смысле слова грозит, довольно существенными пертурбациями в оценках вот того, что происходит в университете в целом. Я понимаю, что, наверное, ректору было бы проще ответить на этот вопрос, но, наверное, гумерно, можно обтекаемо, можно коротко, просто ваши ощущения. Я могу сказать коротко только одно, и все будет меняться очень сильно. Очень сильно? Очень сильно. Дело в том, что мы поняли, что очень много образовательных программ уже изжили себя, а раз это все изжило себя, и будут новые образовательные программы, это новые предметы, и, скорее всего, новые люди. Вот. Это самый тяжелый момент. Вот. Где вы их собираетесь черпать? Я, конечно, Ильша Травкатович, я спрошу об этом. Нет, я вам могу сказать. Ну, во-первых, самый первый мы уже сделали. Во-первых, среди сорока треть была молодые. Я думаю, что, может быть, когда-то и такого бы не произошло, взяли бы только директоров, замов, и выучили бы генералитет. Да, да. Вот здесь одним из условий было, что 15 человек, это молодые доценты. Условие поставил Сбербанк. Условие поставил ректор. Отлично. Это существенно. Это условие было Гафурова. Значит, это были люди от 28 до 35 лет. Он очень внимательно наблюдал за реакцией каждого из нас. Я думаю, каждый из нас ощутил вот этот строгий взгляд. Я даже не знаю, чего мы больше боялись, взгляда преподавателя или взгляда ректора. Но как бы в любом случае мы понимали, что каждый наш взгляд, то есть он оценивает людей, которые там сидят. И более того, он знакомится сам, уже смотрит на тех ребят молодых, которые работают. И я думаю, что если мы будем трансформировать, скорее всего, мы будем трансформировать структуру, то там будут приглашаться ребята, вот я же говорю, от 30 до 35. Да. Очень интересно. Вы рассказали больше, чем, откровенно говоря, я ожидал. И если в университет ждут масштабные перемены к лучшему, ну, этому можно только порадоваться. Более того, вы можете представить, что все эти люди еще не просто три дня. Мы же будем еще сдавать зачет, и мы будем защищаться. Туда ездить будете? Нет, они сюда приедут. Сюда приедут, слава богу. Дмитрий Гумерин, огромное вам спасибо. Это очень интересный рассказ. Я думаю, что тему надо будет продолжить. Мы подумаем, как это лучше сделать. А телезрителям я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня была доктор экономических наук, директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Наиля Гумерна Багауддинова. И мы разговаривали о том, во что может вылиться, казалось бы, достаточно рядовое действие. Превращение на пару-тройку дней профессоров-студентов. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова